Привет, друзья! Ну как? Коллективное творчество, оказывается, даёт результаты. Вот, например, в прошлый раз я показывал эту картину свою «Танцовщица», которая каждый раз меняется, потому что ищу образ, чтобы правильно показать, как она танцует. И вот мне подсказал наш участник школы «Человек будущего Homo Futurus» Акбар Валерьевич Ашиков, что надо, говорит, там под глазиком немножко темноту убрать, улыбочку чуть подправить. Да, и вот что получается, видите, друзья, я горжусь нашей школой, потому что у нас прекрасные участники, и оказывается, видите, как раньше говорили, советом не слушаться, там туда-сюда, иначе получается ярлаш, там, да. Я, конечно, советы слушаю всегда, потому что и на холсте тоже. Вот когда рисуешь, я вот так, у меня такой стиль, я когда ищу мазок, какой поставить мазок, потому что я заранее его не вижу, и поэтому у меня такая многослойная густая живопись. И вот когда мазок ищу, и только на холсте, когда уже поставил, вижу, и что надо исправить, когда я уже вижу своё произведение, то вот это здесь тоже самое. Принцип подбора путём перебора в соответствии, в соответствии с такими высшими требованиями, чувством гармонии, чувством гармонии. И вот здесь вот как раз таки, если я чувствую, как я правильно делаю, я написал картину, мне уже советы не нужны. Но вот бывает тонкий момент, когда ты не уверен, и ты как канатоходец на канате, и каждый шаг у тебя такой, и ты вот тогда вот слышишь советы, и тоже подбираешь, который попадает в тон, как краска на холсте, и тогда получается произведение. То есть решение-то я принимаю сам, но эти советы я все слушаю, и какой совет попал, попал мне, вот я чувствую, он попал, как нужный мазок. Да, и я его исполняю, и поэтому это и есть коллективное творчество, друзья. Таким образом, пишите советы, пишите, ещё будем дорабатывать, чтобы она вообще летала. До встречи, друзья. До встречи.